Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 5 глава, 11 стих. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Толкование блаженного феофилакта. Не всякий поносимый блажен, но только тот, кто терпит поношение для Христа, и ложно. Если же у кого при поношении его нет ни того, ни другого, то несчастен он, так как для многих служит соблазном. Все толкование. Ну, толкование, я каждый раз говорю, читают Священное Писание люди. Я говорю, а ты вопрос такой задавал, как это к тебе относится? Смолчит стоит. Ну, когда-нибудь было у тебя, что вот этот стих по тебе проехался, так скажу, и ты сказал, вот теперь я понимаю, что это означает. Блаженны, извинны, за правду ради. Ты правду сказал, тебя с работы выкинули. Или там еще что-то. Нет, ну тогда вообще Слово Божие никакой роли не играет. Оно живо и действенно, до разделения души и духа составов мозгов. Отношение к Слову Божию абсолютно неправильное у православных. Это совершенно отвлеченное понятие. Как будто бы нас не касается. Да, просчитали, но оно на полочке стоит. Толкование блаженного фефилакта. Теперь уже выпустили его дополнительно. Ну, а каноны, правила, и это точно так же. Житие святых точно так же. То есть оно не жизненно, оно совершенно в другом месте. Вот такой был Александр из обители неусыпающих. Он считал и все к себе применял. Не заботясь от завтра, что мне посмотрите на птиц небесных. Не сеют, не жнут, но Отец небесный питает их. И он это по-серьезному так это и понял. Ну, и однажды настоятель говорит. Говорят, не заботясь, о чем мы тут склады строим опять начинаем. Мы закупаем там пшеницу, живем. Нас тут много, больше тысячи. Настоятель в колокол ударил. Он говорит, слова Евангелия, они верны или неверны это? Настоятель ударил в колокол, братья собрались. Он сразу решитель настоятель был. Братья, помолимся, брат наш Александр поколебался в вере. Спасать надо его. Он говорит, да я же не еще только спросил, правильно. Да что неправильно, это же Евангелие. Черт, ты как маленький. Ну, Евангелие, это Евангелие. Ну, не заботись. Ну, не заботись. Вчера вот наказ давали, мне дали наказ. Там, позаботиться, где дешевле продают. Надо заполнить им. Посмотришь, сколько требуется все. А говорится, не заботись. Ну, не заботись, это... Ну, надо же это. Я считаю, это не так. Все-таки мы понимаем. Даже не попробовали ни разу жить. Ну, и кто согласился с Александром-то? Нашлось 70 человек, он даже не знал, настоятель-то, что у него тут патриотизм такой накисает. Ну, ладно, пробуйте. Пошел он со своей братьей-то. Дело так вечеру идет. И вот пока на этом остановиться, вот, был такой святой Ян Колов. Колов это маленький. Он просто маленький был. А ершистый мужичонка-то был. Он со своим братом вместе подвязается в пустыне. Ну, и однажды тоже засчитал до этого места. И будете как ангелы. Он брату и говорит, ничего не надо. Одежду свою скинул. Там остался, может, совсем немного на чем-то. Я пошел. Буду жить как ангел. Там насчитался. Дело-то к вечеру идет. Есть хотели. Продрог. А там температура-то падает. С жары до самого низу. Он пришел и стучит. Брат, пусти. А кто ты такой? Да кто же? Я брат твой. Да какой брат? Отойди, сатана. Мой брат живет по-ангельски в пустыне. Он ни в чем не нуждается. Да замерзся. Нет, он как ангел. Он не мерзнет. Да я с утра ничего не ел. Отойди, лукавый, не смущай душу мою. Мой брат так возвысился, что и не ест, и не пьет. Он ангелу подобен сегодня. Но кое-как его убедил, что это я. Я родной твой брат. То есть вот в этих пределах где-то надо найти эту грань и понимать. Это где-то образно сказано. Или слово главное это забота. Вот мы в Потеряевке нынче были. Я никогда не видел столько грачей. Видимо погода благоприятствовала. А у них выводок пять яиц, пять грачат. Ну и умножь теперь два было. Родители. А теперь пять. Застели небо. Так это агалок сколько? А вороны. И они все вместе. И поля буквально покрывают. Все выедают. Посмотри на птиц небесных. Ну посмотрел. А дальше что? Вот. На них обращай тоже внимание. Где они? Учиться. Видишь какая красота. Считай. Пятая глава. Двенадцатый стих. Радуйтесь и веселитесь. Ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Толкование. Говоря о предыдущем, Господь не говорил о великой награде, но здесь сказал о ней, показывая тем, что терпеть поношение есть дело великое и самое трудное. Ибо многие, не стерпев поношение, сами себя лишали жизни. И Иов, выдержавший так много искушений, особенно возмущен был тогда, когда друзья стали поносить его, будто он страждет за грехи. Дабы апостолы не думали, что их будут гнать за учение, противное Христову, успокаивать их, говоря, что и пророков, бывших прежде них, гнали за добродетель. Посему их страдания должны успокаивать вас. Все толкование. Пример какой. Ну и опять к людям обращаюсь. Изнанной правды ради. Тебя было такое, да, я всю жизнь сгонимый за правду начинаю. Этот у нас был в дереве Николай Киличков. А нервный до того, вот такая злоба прям подходит. Да слышал однажды даже материться, это еще до крещения. Материться обыкновенными кучерскими словами. Почему? Он за правду, но сказать ничего нельзя. Он начинает вот для того, чтобы разломать. Как же так? За правду Божию. И как именно бороться? Тут столько заложено. И когда ты это все будешь говорить, и тебя не примут, и тебя изгонят, вот от этого скажешь, этот стих проехался по мне. Он следы оставил. Он пропахал на мне. И тебе этот стих тогда будет понятен. И когда будут гнать, ты найдешь это утешение. Пророков всех гнали. За что? Я вот когда с евреями приходится встречаться, я говорю, ну вот вы бьетесь там, такие пророки, это себя евреи, нетроши, гони, моя холокост. А кто пророкам холокост устраивал? Молщит. У нас еврейка была здесь. Фаня. Ну, написано, не знаю, правда ради. Ну, за правду ли страдал Исаия? За что они его убили? Пророк Иеремий, давай. Ну, Даша, ты не веришь в это? Ну, как не верю? Верю. Ну, гнали, а за что гнали? Ты, Даша, это примени. Вас сейчас кто за это гонит? Огонят за что? Всякие пакости делаете. Во всем мире, везде, все, все везде, финансовые дела. Хоть какой он балда, но его все равно где-то они пристроят. Где пристроится сегодняшняя сара, там пристроят и Авраама. И наоборот, точно так же. Я не против, но изгнаные за правду ради. И кого из пороков не гнали, отцы ваши. И Господь вас как называет? Мы, Богоизбранный народ. Вот это фильм «Искупление». Ну, мы же Богоизбранный народ. Он говорит, ну, согласись с Захарией, что мы не такие, какие должны быть. Так, пора нам идти на богослужение. Изгнанные за правду ради. Кого из пророков не гнали, отцы ваши. Они убили предвозвестивших пришествие его. Идите к погибшим овцам Израиля. Христос пришел не к погибающим, а к погибшим. Ну, где много трупов лежит, это называется скотомогильник. Скот подох и скотомогильник. Вот что такое Израиль. Он и сегодня такой. Так вот молится. Вот она пришла на занятия у нас в Техническом университете. Фамилия Королева. Она первый вопрос мне задала. Скажите, а как вы понимаете, что... Вот я слышал, а там Ян Златоус говорит про евреев. Ну, как говорит Ян Златоус, я не могу опровергать этого. Что-то она мне сразу с первого дня пирожки какие-то совать начала. Я не Гришка Распутин. Меня зачем травить цианистым калием? Нет. Да что вы так думаете? Думать не надо. Первый раз меня видишь, какие-то пирожки суешь. Чего ради я тебе буду есть-то? У меня члены общины, которые приносят, я не беру. Один-два человека доверенно есть. Я не привязан ни к чреву, ни к чему. Но Златоуст говорит, он мне, оказывается, сын в Израиле. Совершенно неверующий. А заботится о синагоге. Синагога, он дальше говорит, кто она? Служительница сатаны. Ой, да как это? Ну и Златоуста они ненавидят люто. Терпеть не могут, как Чубайс Достоевского. Я бы его зубами изорвал. Вот этот фильм про Достоевского, видимо, по заказу Чубайса. Вот такое дело. Изванные правды ради тебя будут играть. Какая правда? Господняя правда. Не твоя, малюсенькая, едва видная. У тебя правда может быть. Да поступи с этой правдой. Стоит она тобой или нет? Если ты без нее проживешь, другим не хуже будет. Нет. И вот я гляжу, о чем спорят иногда в интернете. Вот интернет я уже сейчас, вот сегодня, вот открыл в интернет войти. Вот, видишь? Спрашивается, а что он дает этот интернет? Он все дает абсолютно. Что мне необходимо? Вот они данные. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. У нас открыт новый канал с сегодняшнего дня. Он будет... Видишь как? Вчера вот зашло к нам. Триста, тридцать и три человека. Такая цифра. А до нашего отъезда, в миссионерскую поездку, там, ну, сто пятнадцать, сто двадцать. То есть три раза больше заходит. Но в промежуток с июня, ну, еще июнь, июль, август, сентябрь. Фактически-то еще пяти месяцев даже нету. А тут наши есть люди говорят, ой, он засох, он пропал в форме. Я говорю, ты хоть заходил на него? Нет. Да-ка там никакого движения. Так какое движение? Там обычно спорят. Не надо, тут вся правда заложена. Тысяча четыреста с лишним тем. И каждая тема развернута по святым отцам по Библии. Вот и все. А вы, когда возражаете, да возражает, я не трогаю его, пусть возражает. Я вам указываю, куда считать, и все. И не трогает вас что-нибудь? Да, конечно, нет, потому что люди разные, мы по-разному понимаем. Я никого не трогаю. Вот сейчас опять одна зашла, была одарка, теперь киской подошла. Против отца Даниила Сысоева такие пакости говорила. И я не выбросил ее в материал, а ее закрыл, говорится, забанить. Проходит там два года, она сейчас бьется уже второй год. Уберите материалы, которые я ставила. Я совершенную глупость говорила. Я просто пакости говорила. Видимо, Господь коснулся ее сердца. И сейчас она выходила на модератора, а те ответили, мы ничего не можем сделать без главного администратора. И она дождалась и уже ко мне в личку зашла. Уберите у меня. Я прошу такой, 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 где она выступала, где гадила. А я не убираю. Обычно умоляют, только мои материалы не убирайте. А у нас умоляют, уберите наши материалы. Вот еще найдите, где такое есть. На многих реформах. Чтобы убеждали, умоляли Христа ради убрать их материалы. А я не убираю. Почему? Дальше ответы на ее материалы, они зависнут и непонятно на что отвечают. Тогда тему закройте. Не надо. Ко мне под язык залазить не надо. Я тебя не обидел. Ты сама зашла. Тем более сейчас киска. У меня кисок вот три. Ни одна ничего не просит. Киска. Какая ты киска-то? Фамилия, ни имя. Нет, я с кем разговариваю. То мужчина назовется, то женщина. Гермафродит какой-то. Заполз. Не трогаю. Изванные правды ради. Правды Господней. Я возвестил ее. Сказал, а спорить верующим не положено. Верующий не спорит. Верующий возвещает истину. Вот и все. Евангелие от Матфея, 5 глава, 13 стих. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Толкование. Пророки посылались к какому-нибудь одному народу. А вы соль для всей земли, исправляющая беспутных учениям и обличениями, дабы они не порождали непрестанно червей. Посему не оставляйте горьких обличений, хотя бы ненавидели и стали гнать вас. Если учитель потеряет ум, то есть если не будет учить, обличать и исправлять, и разлениться, то чем исправиться? Он должен быть лишен учительского сана и подвергнут презрению. Далее ваши комментарии. Он спрашивает, а как вы посмели на блаженного Фафилахта? Ну мало кто говорит комментарии, говорит, вы что сами Библию толкуете? Не толкую я, но мне не запрещено толковать. Но я православный, поэтому я принимаю все, что святые отцы сказали здесь. Но прокомментировать я решил два момента. О необходимости любить Библию и о всеобщей благовестнической работе, проповеди, к чему призывает Библия и блаженный Фафилахт. Некоторые священники терпеть этого не могут. Прямо лютуют из-за этого. Жечь надо. Да как жечь, когда тут все, Евангелие прочь, они ничего не понимают. Лютые волки, нещадящие стадо, которые будут говорить, привратно, дабы уречь учеников за собою. Это о ком говорил апостол Павел? Деяние 20 глава. Замолкает. Самые грозные слова в Библии говорят о священниках. Как-то моя сестра, родная сестра, работала в епархии Новосибирской и Барнаульской, так она называлась. А там тогда был секретарем пивоваров, отец Александр. Удивительный человек, проповедник, божьим даром, кандидат богословских наук. Ну и он собирал людей этих, священники, когда приезжали, архиереи. Нет, он уедет, он за архиерея, он решал эти дела. Ну, моя сестра, он так говорит, ты там посмотри по симфонии, что про священников говорится, мне надо сказать. И там положительное, отрицательное. Считать-то не считает, он их знает всех. У него голос как труба. Больше всего проповедей я записал у него. И которые есть, мы многие записывали. Она сидела, смотрела, потом приходит. И, знаете, Александр, там ничего в Библии хорошего нигде не говорят о священниках. Похвалы-то никакой нету. Ну, нету, так и нету. То есть он знал, надо было доказательство из Библии. Нету ничего. Горе вам. Захария говорит, вырву твой правый глаз, отломлю руку, Бог говорит. Вот такие дела. Да как же так, они руководители несят. Я что тебе говорю? Я тебе говорю, как Бог говорит в Библии. Если Библия не является авторитетом, тогда авторитетом будут басни поповские, бабьи басни пьяных старух. Дальше. Вот комментарии. А как они родились у вас? Никак, я этим живу. Я вижу это безобразие, что они творят. Вот эти комментарии сейчас везде в интернете вылазят, поносят меня. Ну, как поносят, это мой путь, а не награду, а не венок мне сплетают. Никогда в глаза не встречались. Всякую пакость говорят. На это надо смотреть, как на благодеяние. Это благодать. Как протопопа вакуум говорит на Пашкова. Благодать исходит из уст твоих. А дальше помолился. Пресвятая Богородица, уйми, дурака. Ну, а что я могу сказать? Давай. Горькими обличениями называется то, что причиняет горесть, обиду. Затрагивает оскорбленное самолюбие. Не случайно Слово Божие называется мечом обоюдоострым, которым можно и рассекать, и поразить самого себя. В Откровении Иоанна Богослова говорится, Откровение 6.6 Елей же и вина не повреждай. Елеем называется то слово, которое умягчает кротость и увещаний. Вином же называется строгость обличений. Проповедующий, решившийся нести Слово Божие, не должен повреждать свойства Слова Божие, взирая на лица. То есть в большинстве случаев обличительные и грозные слова говорят к нижестоящим, а к вышестоящим, имеющим власть, говорят слова ласкательства. Говорить обличительное слово по отношению к имеющему власть умершлять, кто способен на это? Библия показывает нам такие герои веры, бесстрашных обличителей. Пророк Илья, пророк Иеремия, перворученик Стефан, апостол Павел. Жития святых показывает нам много подобных примеров, как Иоанн Златоуст, Феодор Студит, Максим Исповедник, Исааки Далмацкий, митрополит Филипп. Нас более всего интересует обличительное слово к правителям России. И здесь мы можем задать вопросы. Почему церковь была так бедна бесстрашными обличителями в адрес царей, патриархов, епископов? Громили тех, против кого шла государственная власть. Говорили об общем низком духовном уровне. Но чтобы конкретно к царям, как Иоанн Златоуст против Евдоксии, как Илья против Ахава, этого не было никогда. Почему? Блаженный Феофилак обращается не только к стоящим за церковной кафедрой, но ко всем вообще. Не оставляйте горьких обличений. Хотя бы ненавидели и стали гнать вас. Более всего, конечно же, это касается священнослужителей. Разве патриарх не видит, что сделали правители, кривители со всем народом? Как обокрали его, как уничтожается нравственность? Почему ни в одной речи он не обличает президента, правительства, епископов? Если учитель потеряет ум, то есть, если не будет учить, обличать, исправлять и разлениться, то чем исправится? Если нет обличений, значит невозможно ждать исправления. Златоуст называет обличения скальпелем хирурга, прижиганием, отсечением, оставляющие горькие обличения, обрекают не только свою паству, но и всю страну на гниение. И как потерявшие ум заботятся о каких-то диссертациях, богословских званиях. Где эти уроки обличения для семинаристов? В какой предмет они заложены? Чтобы обличать и исправлять кого-то, нужно знать отступление того, кого обличаешь. И в чем он отступает? Отступает от заповедей Божьих. Это изречение Феофилакта должно быть сегодня вывешено в виде плаката во всех храмах. Не оставляйте горьких обличений. Если учитель потеряет ум, то есть, если не будет учить, обличать, исправлять и разлениться, то чем исправятся все комментарии? Я беру отдельную фразу, которая обличает Божьиха Феофилакта. И ее высвечиваю. Вот она как. Это был такой, тут я, романах Судников, со мной жил. Он понимает в компьютером деле, надо увеличить, сделать жирным, подчеркнуть. А если это слово Божье, то еще и курсивом. И так во всего... Ну, где вот только он был, необходимо мне показать. Это не в одном месте. А таких мест много апостолов. И в ангеле. Вот оно, черным, сразу видно. Ну, жирным. И тогда начинают смотреть, даже к этому теперь стали привязываться. Знать Писание полезный. Богосподь поразил сатану Писаниями. Писаниями. Вот как. Я выдвигаю это. А священники, когда это увидели, да кто-то позволил. То есть, совершенно ничего не понимают. Ну, кто мне будет позволять, если я хочу, чтобы это было сказано громко. А они открывают, нет этого там. Я говорю, вот ты считал вообще? Считал. Дома смотрит есть. И гляжу, тише, тише. А как я это не заметил? Это в самом деле, это надо. Это значит надо. Ну, то есть, я считаю, что надо. И поэтому, я не только считаю, а вот, это мое издание, трехтомник. Постарались распространить. Вот нынче мы проехали 30 таможен. И где-то какие-то закавыки были, задерживали. Я везде дарил трехтомник. Это 75 евро. Такой у нас дорогой он. Оформленный, как. 240 иллюстраций, там, Гюстава Доре и прочее. Потому что везде написано за взятку, какой строгий срок. Там больше 10 лет дают. Но во взятку или подарок не входит книга. А единственный предмет, который не входит. Я это заранее узнал, проверил. Ну, и им это объясняю. Он говорит, да у нас тут везде наблюдение. Я вижу, хорошее, я бы взял. Ну, давай под крышу тут где-то зайдем. Зайдите там вроде сбоку где-то. Я зашел, тогда подарил. Видно, мою взять-то охота. Знаете, я не думаю, что такое здание наше принести домой и положить в угол. Мне случалось, вернусь назад, надо пропускать людей. Они там уткнулись. Я подхожу. А не этот дал, этот, этот. А у вас нет еще? Нет, на всех мы не можем. И начальнику отодаю, а там задержка какая-то. Ну, вот получил теперь. Видишь, какое сокровище. Дети будут помнить. Так открывай ворота, пропускай нас. Что тут стоять-то дальше? Вот брат Виктор ездил, он знает как. Были моменты такие, что даже из-за слова Божьего и задержан. Они все уткнутся там, а машины стоят. Но он знает, куда они денутся. При выезде или въезде в Азербайджан 3400 сгладили сразу за то, что мы там будем один день. За один день. Да да еще такая цена. Они знают, что там стоят. При въезде и выезде 15 часов пробыли. Да еще и Библию. Трехтомник Нового Завета отдал. Теперь вспоминаем с радостью. Если так отдал что-то, деньги не вспомнил бы. А это книга. Он сам посмотрит, другим будет. Рамзану Кадарову подарили. Я не знаю из-за чего. Так он посмотрел. Он теперь документ пришел. Поблагодарил. И говорит, мы книги ваши. Ну в национальной библиотеке это все 38. А ему я подарил кажется 5 книг. К истинному православию. Для слова Божьего нету. Стоит трехтомник. И что решили. Видимо указание дал. Православный храм. Какой-то там туда передать. Почему он решил так? А не у себя. Ну не знаю. Ну это опять же. Представь. Президент или главой администрации Чеченской Республики. Настоятель взять. Он не посмеет его уничтожить. А будет доказывать что-то. Да с чего доказывать-то? Он боксер. Он по носу брякнет тебе. Нет папа. Давай. К слову сказать. Получил пятерку Рамзан Казыров. Когда у них было какое-то там не знаю. Не соревнование. А отчет. На выживаемость. То есть он умеет выколачивать деньги. Не миллионы. Миллиарды. Умеет жить. На выживаемость. Оказывается. Герой России. И отец Ахмад был. Кадыров. А к чему? Тут какое отношение имеет? Это имеет самое прямое отношение к этому. Вот. Вдумайся. Что я говорю. Давай дальше. Евангелие от Матфея. Пятая глава. Четырнадцатый стих. Попрежней ко мне. Давай. Большой. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Толкование блаженного феофилакта. Сперва соль. Потом свет. Учение сначала неприятно, потому что обличает человека. Но потом оно делается утешительным. Ибо просвещает ум его. Кто обнаруживает делаемое в тайне, тот есть свет мира. Ефесянам 5.13. Все же обнаруживаемое делается явным от света. Ибо все делающееся явным свет есть. Апостолы просветили не один народ, но весь мир. Так поучает их подвязаться и быть внимательными к своей жизни. Ибо на них будут смотреть все. Не думайте, говорит он, что вы будете укрываться в каком-нибудь углу. Нет. Вы будете и на виду у всех. А потому старайтесь жить непорочно. Дабы не сделаться соблазном для других. Все толкование. Вот как в человеке, говорят, таланты есть или специальности какие-то. Ну, понятно, что пахарь пашет. Выращивает. Человек, который шьет одежду, портной. А у апостолов какая главная обязанность была? Ну, какая? Службу вести. Службу вести? Это говорят священники. Да какую службу-то? Господь им сказал, я ухожу, а вы службу тут видите. Кадила. Теперь дайте мощами обложитесь. Иконы миротащиво ищите. Да нет. Он сказал, идите по всему миру. Идите. Идите. Перешагивайте ногами. Ты понимаешь, слово идите, это означает сдвинуться с места. Еще ты стоишь в алтаре. И каждый день служба, служба. Идут люди. Машешь кадилом. Еще ты дымовую завесу-то заводишь здесь. Господь-то сказал, идите, а ты стоишь. У вас профессиональная болезнь. Ноги больные у священников. И что делать? Проповедовать. Меня Бог послал не крестить, а благовествовать. Вера от слышания. Пять органов чувств. Но главное это язык и уши. Вот они рядом здесь. Вот она. И вы забыли и то, и другое. Люди безмолвно столбами стоят в храме. Это я сегодня разговариваю с сегодняшними священниками. Они бесталанные, ничего не знают. Как бесталанные? С семинарием, академией. Ты кончать можешь. Но к твоей грамоте еще надо разум приложить. Есть человек, говорит, знающий, а есть мудрый. У вас мудрости никакой нет. Почему? Вы боитесь всего. Боитесь потерять свое доходное место. Даром ни одного шага не сделаете. Зачем ты стал попом? И вот звания разные, равноапостольные. Ну скажи, что главное у апостола? Ну а как ты можешь сказать равный, если не знаешь, что равный? Ну равный какому-то правителю, равный Наполеону. Он там всю жизнь провоевал, как Суворов. Равный. Равный царю Ивану Грозному. Значит, кто? Сталин уничтожал, уничтожал людей. Ну хитрый кто там был, царь такой хитрющий, Ировам, сын Наватов. Ну это Ленин, я могу сравнить. А равный апостольный. Как приравнивать-то, если ты не знаешь, что у него главное у апостола? Фигура из чего стоит у апостола? Проповедь. А то что главное? Основное и все в этом. Нехорошо оставить слово Божие, пищись о столах. А вы пищей стали обо всем, горы копать, монастыри строить. Нехорошо. А вот равноапостольный Константин, царь, равноапостольный. Теперь скажи, вот апостол. Какому апостолу он равен, что он равный? Ну какому? Ну наверное всем. Ну всем не может быть равный. Это у каждого апостола было, у одного была жена, у другого. Нет, разве мы не можем иметь сестру, жену Павла? Значит разные люди. Да он до смертного часа не крещеный был. Он не был христианином. Даже христианином не был. Христианин звание дается в крещении. Ты знаешь это? Ну да. То есть евреи, мусульмане, не очень-то так. Если человек там где-то послушает, приходит. Момент крещения. Это уже Рубикон. Что самое главное? Обращение ко Христу. А Константин все тянул, тянул, тянул. Дотянул, да плотною уже смерть горло нож поставил. И теперь вызывает епископа, еретика Арианина и принимает от него крещение. Ты это знал? Нет. Тогда ты зачем нужен такой? Это равно апостольный. Апостолы так делали, он бы всю жизнь не крестился, а потом бы призвал какого-то еретика, энкротита, и от него крестился. Так? Ну тогда какие были еретики-то? Донатисты еще не были. Но все равно были какие-то. Еретика после первого-второго вразумления, отвращайся. Ну и равноапостольный был. Ну теперь князь Владимир равноапостольный, да. Ну посмотри на иконах, когда крестят. Вот какие стоят там воины, сегодня сказали бы Амбала. Мещ-то у него какой высоты? Вот он опирается на меч стоит. И он сказал, кто не будет креститься, тот мне не друг. А сейчас пишут. А я заранее говорил, он не мог так говорить. Он сказал, кто мне, кто не крестит, а тот мне враг. Это большая разница-то. А меч-то, для чего он держит-то? Ну и народ так рассуждал. Перу нас бросили, а там внизу его выловили, опять начали поклоняться. Ни одного проповедника в народ не послали. Это равноапостольный тиран. Да кто же так Богу обращает, как патриарх Никон-то? Ему протопопа вакуум сказал-то, мечом, огнем. Ты добейся до сердца, главное сердце, чтобы обратился человек, признал. Поэтому православных от основания до макушки все надо пересматривать. Что на первом месте? И вот священников у всех, главная болезнь, это недостаток времени. Что бы ни заговорил, знаете, мне некогда сегодня. Мне некогда, как у некоторых начинают они, то одно, то другое. Но особенно это священники. Куда? Да вот у меня сегодня то надо, то. Давай по порядку разберем. Ты хочешь, я тебе сейчас сегодня дам свободу. Что? Да мне вот сегодня нужно, там привезут, сказали покойников. Спокойниками не возить, это не морг. Работа морга, это в городе займутся. Это не нужно, это вредно, это обман. Ты опять будешь драть спокойника грошики. Это не надо. Да как, тогда архиерей меня снимает. О, архиерей, это главный бог во Святой Троице. Ты-то не лукав сам себе. А еще какие у тебя дела? Ну, у меня служба вечером. Какая служба? А сколько человек приходит? Ну, бывает человек пять, шесть. Ну, прохожие что-то покупает. Это не надо, закрой храм на замок, иди благовествуй. У тебя времени будет достаточно. Пересмотреть службу надо, чтобы служба, если она продолжается два с половиной часа, а на полчаса была служба, а два часа была проповедь. Разные проповедники выходили и проповедовали. У тебя времени будет очень много. Удали главное. Вот начинается кулинарная книга, и по ней смотреть, где еще добавят рыбу какую-то, печеное яблоко в рот. И вот вы это все придумали с покойниками. За едино умершего, за всех там поминайте, непрерывную лошадь распускаете. Тебе это надо? Отставь это от всего. Бери Евангелие и иди к миру. Идите и пропадывайте Евангелие. О, ты как баптист. Понимаешь, нет? Как только по Евангелию встал, так баптист сразу. Ну, они ярлыки умеют наклеивать. Дальше. От Матфея 5.15 И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Толкование. Я, говорит, зажег вас благодатный свет и поставил на высоте, дабы вы светили всем. Чтоб этот свет благодати не погас в вас, и чтобы свет в вашей жизни светил и другим, это дело вашего подвига. Не сказал, вы показывайте свою добродетель, это нехорошо. Но светит она сама, так, чтобы и самые враги наши подивились и прославили не вас, но Отца вашего Небесного. Все толкование. Ну, люди, как по Отца вашего Небесного? Так вы не видите, что люди Отца вашего Небесного. Вот он приходит, а как это вы сумели это сделать? Так сумели сделать, Бог помог. И он это в газете указывает. Лапкин сказал, что этого не сделать. Да, это невозможно. Все удивляются, все, как последний корреспондент, это интервью брал Ритунский Владимир Васильевич Мамонтова, Алтайский край. И напечатал в двух номерах больших газета, ну, районка. А у него-то свои там корреспонденты есть. И вот они когда прочитали, ты где там встреча такая? Да я, говорит, встречаясь с Лапкиным, понял, что я лентяй. Как, ты лентяй? Он так и сказал? Да тогда кто мы такие по сравнению с тобой? Я должен был ему сказать, свет октября, газета, какой свет октября? Тьма октября, я говорю, я у них выступал перед работниками, называют. И вот он уже дальше говорит, он ответил, это Бог помог, это все Бог помог. Вот так прославляется. Мы должны это пока, это невозможно, это невозможно одному сделать. Это невозможно. Да, невозможно, но Бог это сделал. Все на этом. Сегодня у нас 6 октября 2013 года, воскресенье. Меня просили дать отчет о нашей миссионерской поездке по 15 странам. И вот сегодня придется отвечать нам. И мы сделали день открытых дверей. У кого знакомые, близкие, чтобы пришли. Женщины, чтобы были не в брюках. Многого не требуем, а мужчины с собой табачные не взяли. Ну, как это будет, потом мы думаем, заснимем немножко. У нас все и техника снимать, и фотоаппараты с самого низкого качества. Но на другого нет, мы в бедности живем. Но в бедности прославляем Бога. Вчера к брату вот снимает, Владимир, один зашел, и велосипед немалые деньги стоит, а штаны купить не мог, заплата на них. Да, во славу Божию, с заплатами проживем. Под каждой заплатой миллион запечатлен. Мэйл.ру. А? Мэйл.ру. Да. Богу нашему слава. Аллилуйя. Спаси Христос. Это мы уже в Барнауле. Ну, приветствую их кошек. Я опять занимаюсь. Точку поставлю, чтобы вы... Спасибо. ... Продолжение следует...